Ну что, друзья, всем привет, мои хорошие, мои любыми, вы попали на канал Бурмаки Владислава, либо же Бероджо. И сегодня в этом видео продолжается мой марафон реакции на национальные отборы разных стран для Евровидения 2022. Напоминаю, что Евровидение пройдет в Турине, в Италии. В прошлом году победила группа Манескин, а в этом году в разгаре сам сезон Евровидения. Мы посмотрим сегодня финский национальный отбор. Там всего-навсего 7 песен. Это уже мне что-то напоминает. В чешском национальном отборе тоже было 7 песен, на которые я записал реакцию. Еще на моем канале есть реакция на испанский национальный отбор, там даже с субтитрами. Я 5 часов потратил на то, чтобы написать субтитры. 5 часов я монтировал видео, еще примерно где-то полтора часа я делал обложку. Ну то есть в сумме вышло очень-очень так энергозатратно, но я доволен результатом. Поэтому если вы не видели, пожалуйста, зайдите на канал, посмотрите реакции на отборы других стран. И еще очень всех хочу попросить подписаться на мой канал, потому что когда я захожу в статистику канала, я вижу, что буквально 5% подписанных смотрят мои видео и просто 95% неподписанных. Я не понимаю, почему вы не подписываетесь? Пожалуйста, поддержите мой канал лайком и подписками. Вы очень долго мне писали и просили записать реакцию на финский национальный отбор. И вот, наконец-то, все песни презентованы. Сейчас я хочу послушать, потому что даже там участвует группа Derasmus. Она существует еще с 1994 года. Я даже тогда не родился, они уже существовали. У них очень много хитов, поэтому интересно, какую песню они подготовили для Евровидения. И вообще для меня удивительно, что такая группа идет на Евровидение. Поэтому давайте приступать к реакции. Так, ну что, первого, кого мы послушаем, это будет Кянг Кикс, Сянг Кикс, Хюрикейн. Ой, Хюрикейн, какое хорошее название. А я садка саму финна. Лого-лого. Так, да, любимый паршмандовочек из Сербии, которые просто покорили в 2021 году. А сейчас мы слушаем Сянг Кикс, Хюрикейн. Ой, какая женщина. Да, это все лирик видео на канале. Аранжировка очень интересная. А голос мне напоминает девочку из Кейно. Кейно. Кто не знает, Кейно это группа, которая победила по зрительскому голосованию на основном Евровидении в 2019 году. Похожий тембр голоса у нее. Вау. Это, я хочу громче. Вау, это как будто бы какой-то мировой хит звучит. Конечно, немножко такое построение песни для меня, вот оно не современное, но оно этим и выделяется. Потому что, если сейчас было бы оно современное, оно было как Фуэго, как Тамта, как Эл Диабло, а так оно прям выделяется. Конечно, сначала, когда я ее включил, то, конечно, я подумал, что это вообще мужик. Такой, думаю, мужик, думаю, какая-то такая песня будет. Не, женщина, женщина. Прям очень, очень хочу, чтобы, если дальше там будет что-то плохое, чтобы они поехали. Как-то, как этого запоминать. Санкикс. Ох ты, Санкикс. Хорошо, мне нравится. Очень, очень мне нравятся цвета в этом лирик-видео. Это такое лирик-видео, и у всех такие лирик-видео будут. И очень качественное лирик-видео. Я в шоке. Такая прям маска с Инстаграма. Вот это, вы представляете, сколько это? Какие гитары? Какая подготовка? Отбор на высшем уровне. То есть, в Финляндии отбор, это как будто бы, я не знаю, как в Швеции молодефестивале. В нас, в Украине, отбор немножко как-то по-другому воспринимают. Как просто талант-шоу, которое имеет продолжение. Ты едешь на конкурс. В Финляндии прям бомба. И песня такая, вот эта, хорошая, написана. Не нафталин. Не нафталин. Не вонючий. Этой бабкин, нафталин. А что-то современное и вокальное. Мои хорошие. Я в экстазе. Я скачиваю эту песню. Даже если она победит. Мне нравится. Очень, 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 очень. Хочется танцевать. Чайно танцую? Потому что я боюсь пропустить что-то важное. Шарап спеваю. Да, песня же Hurricane. Hurricane, шарап. У них так прям все в отборе. И логотип. И вот это, шо все-таки. И такое все, оно по цветам. Очень понравилась эта песня. Так, Hurricane. 400 тысяч просмотров. А дата премьеры была 13 января. Сейчас 23. За 10 дней 400 тысяч просмотров. Это супер. Это просто. Я так люблю, когда в разных странах Евровидения. Это уровень. Именно уровень. Давайте будем слушать дальше. Потому что не хочется терять эту вот нить. Нить отбора. Science Kicks очень понравились. Дальше у нас Bass. Ram, pam, pam. Тут тоже 300 тысяч просмотров у этого Bass. Bass. Так, пока же все темно. Лирик видео. А, нет, это клип. Так. У нас какая-то тут интересная девушка. Так, поет на родном языке. Песенка такая. Попсой отдает. Хотя она так по-рокерски одета. Финляндия там помешана на руки. Прям рок-н-роллщики. Сначала она мне вообще напомнила Доттер. Из шведского FMLD-фестиваля. Которую я хочу видеть на Евровидении. Так. Так, очень... Короче, все. Это бомба. Смотрите, очень яркий клип. Конечно, вот эта женщина, она меня раздражает в костюме. Причем она вообще тут? Она портит эстетику клипа. Вот эта женщина с мужиком. Причем они? Песня интересно звучит. Хотя она такая попсовая. Она проигрывает для меня, если честно, в прошлой. Но она тоже на уровне. О, тут хорошее развитие. Хаску эту взяли. А при чем ця хаска? Ну, короче, клип странный. Я не понимаю. Ой, что она ей за голову взяла? Я бы тебе за рак взял эту офисную крысу в пиджаке. Я бы не знал, что без дела. Курица срана. Взяла вот это вот ей за... Ну, ладно. Это такая задумка в клипе. Ну, смотрите, реально какая-то офисная крыса. Смысл здесь нужно слушать. Здесь точно что-то в тексте заложено. Но у меня на Евровидении будет только 3 минуты. И за 3 минуты я не буду искать перевод. Я буду просто посмотрю и голосовать буду. Если честно, под конец уже у меня какой-то рассинхрон видеоклипа. И самой песни, как она звучит. Музыки, аранжировки, вокала. Ну, рассинхрон с клипом. Боже, они что наркотики продавали? Че шо? Я не понимаю. Шо это такое? Че я их в спецназ повязал? Ну, или кто это? Полиция. Не знаю, что это. Рам-пам-пам-пам-пам. Да, типа стрелять. Рам-пам-пам. Ну, конечно, рам-пам-пам. You shot me get it down. Рам-пам-пам. Получше. Получше было. Но это тоже хорошее. Но я надеюсь, это не победит. Вот это вот что-то меня расстроило немножко. Совсем так немножко расстроило. Это тоже уровень. О, собака. Хаски. Да, самая ленивая собака, какая существует в мире, это Хаски. А они там ей что-то боготворять. Ну, нужно отдать должное, а песня запоминается. Моешь ты куколка. Ладно. Моешь ты зирочка. Ну, хорошая. Ты хорошая. Не скажу, что ты прям погоня. Хорошая, нормальная девочка. Так, дальше. О, дальше все. По списку Derasmus. Derasmus. Езебел. Ну и что, слушаем Derasmus. Что они приготовили? 600 тысяч просмотров, 15 тысяч лайков. Так, у нас сразу кресты. Но они старые должны быть, если они с 94-го года. По ним даже и не скажешь. Ну, как будто бы там по 30 лет. Возможно, состояние группы менялось. Ну, типа, люди, которые участвуют в видео. Видео очень хорошее. Ну, видно, что они прям опытные сразу. Вот этот опыт, он прям в глазах, огонек этот горит. Что они опытные. Видно. Они себе знают цену. Ух ты, тут прям интересно идет развитие. Езебел песня называется. Такие ожидания, что это прям Derasmus. Возможно, только из-за того, что у них такое имя громкое. Прям так восхваляют. Песня довольно хорошая. Но прям не вау для меня. Ну, хотя тут-то хорошая оранжерка только что была. Давайте дослушаем. Какие-то звуки странные присутствуют. Survivor. Езебел. Езебел, ты какое-то имя? Наверное, девушки. You get in my blood. Ты в моей крови. Да, песня про любовь. Короче, ни о чем. Пузо такое у него торчит. Вот это, накачанное. Рокеры. Настоящие рокеры. Они, наверное, милися еще в прошлой жизни. Хотя они волосы вроде бы помитые. Такие, не жирные. Ну, правильно. Миться нужно. Миться вообще прекрасно. Не знаю. Вот тут хорошо. Не, на самом деле, вот, хорошая песня. Вот мне нравится она. Это высокий уровень. Это не Албания. Хотя в Албании будет ревамп. Ну, нужно сказать, что песня в Албании еще не готова. Она даже на канале Евровидения не присутствует. То есть ее будут переделывать. Но все равно это высокий уровень песни. Представляете, это будет на Евровидении. Это ж бомба. И даже если вот эта вторая, Рос, Пост, что там было. Оно, если тоже будет на Евровидении, будет круто. А сбор высокого уровня, качественный. И все запоминаются участники. Я помню первую, вторую и третью заявку. Немножко мне этот рок такой устаревший. Хотя аранжировка присутствует в аранжировке. Современный вот этот вот вайб 90-х, 80-х, возможно. Но, по сути, не нравится, не нравится. Да. Не прям вау, бомба, чтобы это хит. Хитяра такая, знает, что сразу, как нет, помню. В свое время ворвалась. И прям нет была самая лучшая. И прям реакция была такая бурная. Здесь более все спокойно, но на уровне. На уровне. Поставлю лайк, кстати. И вы поставьте лайк под этим видео. Мне не жалко лайки ставить. Ставлю, а потом уже смотрю. Так, дальше. Young Hurted. San... San Nuremo. Лирик видео. Young Hurted. 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 Как вы поняли? Тоже финский язык. Молодцы. Мне нравится. Мне нравится. Такая эстетика видео. Коричневая тона. Вот этот вот кофе. Осень. Уже зима, конечно. Но это такой более уют. Это менее осень. Пока что у нас такая акустик идет. Акустик. Атмосфера. Что-то он ее там рукой трогает. Очень такой трогательный. Трогательный момент в песне. Сутрава. Что-то там прям говорить нам. San Nuremo песня называется. Значит, все снято одним кадром. Ну, тут сложно ошибиться. Она лежит на кровати, на диване. Ну, что там ошибиться? Кто из нас лежал на диване целый день? Ой, какой мальчик интересный на гитаре играет. Как будто бы из какого-то сериала. Вообще, и на меня дивится в камеру сейчас еще. Так гляну, знаешь, как на мною. Ну, мог бы посмотреть, немножко улыбнуться. Мне. Эта песня идеально подходит к какому-то, я не знаю, финалу фильма. Когда идут там какие-то персонажи в закат. Даль. Песня качественная. Хочу скачать. Хочу себе скачать. Единственное, для Евровидения, возможно, скучновато. Здесь нету того, за что я могу зацепиться. А у нас только есть 3 минуты, чтобы запомнить песню. Для меня как-то вот нету запоминающегося момента. А то, что они такие миленькие, ну, это не поможет им, чтобы я за них проголосовал. Если я увижу их впервые, например, в финале. И это не будет моим первым местом, если они поедут в топе. Пока что для меня первая участница, она прям очень сильно запомнилась. Я эту песню себе скачаю. Скачаю. Ну, здесь нейтральный клип. Тут сложно что-то прям так было бы вытянуть. Какие-то яркие цвета. Здесь задумка такая. А, бухают. Ну, всё понятно. О, всё, выпала глоточек ещё. И дальше спать. В чём бы и нет. А у них там и пляшки всякие стоят. Раз, два, три, четыре, пять. Вина. Да ты шо. Финны. Ну, вы, конечно, из своей не. Не, я шучу. Это шутка была. Это шутка. Не обижайтесь. Украинейшие больше пьют. Особенно на новогодние праздники. Так, всё. Песенка закончилась. Она миленькая. Она хорошая. Но чтобы прям представить страну на конкурсе и запомниться. Нет. Нет. К сожалению. Но песню скачиваю. Так, дальше. Оливера. Thank God I'm atheist. Атеист. Короче, слава богу, что я атеист проводится песня. Я тоже такую иногда говорю. Слава богу, что я не верю в бога. Вот это вот самое. Интересно, конечно, что это будет. Боже, это ж это, что спевала Хамелеон в 2019 году. Это ж она. Это ж точно она. Так, всё. Мне нравится эстетика. Я влюбился. Она напоминает мне Цириллу из Ведьмака. Это мой дом. Моя война. Ну, конечно, такую пополневшую. После Макдональдса, как я говорю. Так, суперский. Суперский. Просто суперский. Суперский тембр голоса. Аранжировка такая фирменная. Видео такое. Сочетание цветов на видео хорошее. Так, всё. Я хочу почитать перевод. Меня заинтересовала эта песня, чтобы почитать... Так. Меня эта песня заинтересовала, чтобы почитать перевод. Что вам сказать по поводу этой заявки, если бы она представляла Финляндию? Да, это, возможно, хорошая песня. Но тоже это не победная песня, если она будет на Евровидении. Она качественно хорошая. Просто... Это как будто бы вот Болгария 2021 года. Тоже было хорошо, но и шо? Да и оно было... Оно в десятку даже не вошло. Вот это то же самое. Но тоже мне нравится. Скачиваю. Вот видите, вот. Вроде бы песня хорошая, а для конкурса уже нужно смотреть. И целостный образ артиста. Как он себя ведёт. Какая песня. То есть, тут-то уже... Если она, конечно, себе номер позовёт Мадонну, и Мадонна будет из ней плясать. Ну, тоже понятно. Ну, хотя бы Белялиш. Ладно, до Мадонны треба дорасты, девочка. А Белялиш, такие середнячковые, можно себе позвать. И вот это вот, из ней плясать на пару. Так, у нас такой бриджик пошёл интересный. Интересный бриджик. Вокальная мелодия нравится. Она меняется. Она не стандартная. Прям тут-то очень красиво. Она интересная, загадочная. В её глазах я вижу загадочность. Она не какая-то там обычная, знаете, просто какая возомнила, как она крутится. Она реально несёт что-то. Несёт. Сейчас почитаем перевод, скорейненько. О, ты что? Спасибо богу, что я атеист. Ну, здесь вот смысл нужно понять. Сейчас мы почитаем, девочки. Сейчас мы почитаем, мои мальчики, мои куколки. И концовка хорошая. Закончила хорошо. Для конкурса представления, мне кажется, если это поедет. Когда они точили ножи, они даже не подозревали, что я люблю играть с бензином. Слава богу, я атеистка, потому что я не хочу отвечать за свои грехи. Не понимаю, мне кажется ясным, рай это внутреннее состояние. Слава богу, я атеистка, потому что я не хочу отвечать за свои грехи. Потому что я не хочу жить вечно. Просто хочу умереть, когда придёт время. Просто уснуть и исчезнуть. Ну, правильно, правильно. Люди это, по большому счёту, животные, которые модернизировали себя по полной. И придумали, что там есть какой-то прям смысл, что их кто-то создал. Ну, в каждого своя правда. Томми Лантинен Элама Канта Ума Так, у нас какое-то утреннее шоу. Ух ты, шо, какой я престарелый. Так, всё, трешик подъехал. Ну, рок-рок-рок пошёл. А может, это Расмус постаревший? Такие, конечно, цвет волос у него интересный. Ну, это уже такой, ну, трешик. И аранжировка не особо интересная. Задумка тоже не интересная. Ну, шо, он снимает клип где-то в какой-то студии. Как будто бы новости какие-то. Ладно. Без айджизма оцениваем песню. Песня такая. В стиле Ирландии 2021 года. Тоже. Перегруженная аранжировка. И плюс ещё в додачу неинтересная. Неинтересная просто песня. Но радует, что она на финском языке. То есть я ничего не понимаю, но мне и нужно понимать. Но, ладно. Ну, чё не скажу. Плохого уже прям, шо, прям так ужас. Но я, это последнее пока что место у меня. Молодец, шо он не хочет умирать. Видите, вот та женщина, которая перед ней была, каже, шо, всё, я умираю, умираю, хочу умереть спокойно, там, без всякого бога. А цей, он живе, субе, каже, шо, бог, спасибо, шо я живу, такий старый. На самом деле, вот, ну, пока что вообще не впечатлило. Так, ну что, и последний, кого мы послушаем, это Исаак Сене, с песней Курма Яба. Кума. А, Кума. Господи, шла в уши, не Курма. Кума Яба. Кума Яба. Джаба. Джаба, как раз. Хорошо, всё, включаем. Ооо, это такой интересный Курма Яба. Так, а Курма Яба, шо, хороший такой. Он, как будто бы, какой-то испанский, модный рэпер. Lil Nas X. Lil Nas X. Ух ты, шо, как тут пошло всё. И на родном языке, слава богу. В английский это было бы скучно, а на родном это уже звучит по-другому. Всё, бомба. Так, ну давай. Припел. Ну, это такая прикольная песня в клипе. Она прям очень стильная. На сцене, если это представить, конкурс за Евровидение, которое пройдёт в Турине, напоминаю. Ладно. Ну, что здесь можно по этот номер сделать? Вот если будет такое какое-то тёмное освещение и такие полосочки, тоже будет прикольно. На номере, если он поедет. А, он Шейкуре на камеру. Нет, это очень стильно. Даже Манескин в чём-то напоминает в этом таком эпатаже. Ну, короче, вот последняя заявка. Да, хочется подытожить вот песни самые. Вот суперские. Вот сейчас слушаю. Эту песню я добавляю себе в плейлист. Это 100% что я добавляю эту песню себе в плейлист. По-другому даже быть не может, что я не добавлю эту песню. Кунта Ебе. Что-то Ебе, шоу, шоу. О чём ты, мальчик, там поёшь, Ебе? В своих хельсинках там уже сама сошли. Он-то уже. Ой, ну хорошая, хорошая такая песенка. Сейчас уже какой-то Кунта Ебе повторяется по 20 раз. Уже скучновато. Тоже я не вижу его прям супер-пупер представителем страны. В плане отбора. В отборе есть сильнее песни, которые я вам сейчас на зву. Но если это поедет, это будет тоже неплохой вариант. Эта песня познаётся в сравнении. Видите, я уже знаю финский. Шо тут знать, господи. Так я и полеглотом стану с этим Евровидением. Но осталось английский. Выучить реакции английским, записывать. И буду супер. Ой, ну давайте ещё пока что посмотрю, на кого я там смотрел. Так, первый хорошо. Вторая хорошо. Третий хорошо. Четвёртая такое. Пятая тоже такое. Вот этот вот Томми. Такое. И вот этот хороший. Так, значит, передо мной все участники. Смотрю. Смотрю. Сейчас я вам назову свой топ-7. Топ-7. Это будет нетрудно сделать. Пока что в конце. Значит, седьмое место занимает у меня Томми. Прости, прости. Оцениваю. Сейчас делаю топ в рамках именно Евровидения. Не моих личных вкусов, чтобы я добавил себе плейлист. А именно вот как страну песни представить на конкурсе. Как это будет выглядеть. Интересно. Так. На шестом месте с конца. Тут у меня две песни борются за это. Наверное, вот это Young Herder. Так. На пятое место я ставлю Beth. На четвёртое место я ставлю Olivera. Olivera. Вот это, что про Бога пела. Что, типа, спасибо Богу, что я атеист. Так. На третье место. Три места остаётся. Но тут я для себя уже решил. На самом деле. На третье место ставлю Исак Сене. На второе место Derasmus. И на первое место Sankix. Sinkix. Kingix. Schminix. Хорошо. Rasmus только из-за имени. Прям они бомба-бомба. Но они на уровне. Просто у меня прям завышенные ожидания после первой заявки. Первая мне прям понравилась. Hurricane. Loco-Loco. Ну что, мои хорошие, мои любимые, мои куколки. Мы посмотрели финский национальный отбор. Я сделал свой топ-7. Моё первое место от этого девочка, которая была первой. Понравился мне их отбор. Реально хороший уровень. И всего-навсего 7 песен. Вот поэтому мы записываем реакции на отборы, чтобы открывать для себя новые имена. Неважно. Неважно, ещё раз повторяюсь, кто на Евровидении популярный артист или нет. Он всё равно едет туда. Там он 90%, что он непопулярен. Его, если там даже он гастрелировал, там, хоть раз 10. Если его там 3-4 тысячи человек знают, это уже хорошо. Были на его концерте, там, или на корпоративе, да и там был. Всё остальное, ну, это новички. И Евровидение славится новичками. Мандескин тоже в Украине, никто не знал. Ну, согласитесь, сейчас знают почти все. Вот такая у меня была реакция на финский национальный отбор на Евровидение. Подписывайтесь на канал, оставляйте в комментариях своё мнение по поводу заявок. Мне хочется почитать ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что, ещё раз повторюсь, подписанных всего-навсего смотрит 5%. 5! 95% неподписанных. Пожалуйста, подпишитесь, если вам не сложно. И поддержите меня. Поддержите молодого, перспективного блогера. Блогера. Ну, конечно, мне трудно себя называть блогером, но как есть уже. Всё, пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok